здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале располагайтесь сегодня вас ждет очередной разбор вы знаете это идея этого разбора родилась когда я я подписана на канал владимира золкина где берут интервью у русских военнопленных очень интересный канал с точки зрения профайлинга поэтому я всем рекомендую подписаться на на него ссылочка будет под этим видео так вот там нам интересно именно потому что мы можем тренироваться в плане невербалики до чтение невербальных сигналов тела и там владимир золкин обратился к психологам для того чтобы разобрали вот это видео которое он выставил здесь очень хорошо было подобрано то что говорят русские военнопленные после того как пришли когда вернулись в россию после украинского плена и что они говорили находясь в украинском плену очень интересные показательно как они говорят абсолютно противоположные вещи я поставила этот в скажем это это видео на голосование вам мои подписчики и она выиграла да выиграла вы все тоже хотите его разобрать там около 50 процентов проголосовавших именно за него поэтому пожалуйста вот это видео мы сейчас будем разбирать и начнем мы разбор с первого военнопленного как значит виктор белов давайте наблюдать что он говорит и как он говорит и выяснять где он говорит правду а где он скрывает правду да давайте первый фрагмент включаем вот смотрите он смотрит вниз когда человек смотрит вниз здесь смотрите трактовка двойная скажем так когда человек чтобы ответить сначала смотрит вниз и потом отвечает вот это говорит о том что человек обращаясь свои тактильные воспоминания да вот он сейчас будет нам описывать то что с ним реально произошло кроме того часто человек смотрит вниз когда во время повествования когда ему стыдно когда он испытывает чувство вины и вот здесь вот я считаю что сразу два таких момента но можно сказать что присутствует да действительно он вспоминает действительно он испытывает чувство вины потому что но как-то вот он чувствует что попал в плен немножечко по-глупому и сейчас он это рассказывает но немножечко знаете вот ракурс немного меняя он описывает немного разные ситуации да как он попал в плен но в любом случае при любом раскладе он чувствует вину до добавил эффекта что попал под обстрел да ну то есть он когда золкину рассказывал об этом про это он не упоминал да ну это в общем то и не важно значит и смотрите вот здесь вот интересный момент он говорит противника да но перед этим вот эта оговорочка ну и голова вот видите противника и голова немножечко в сторону пошла мы с вами знаем сигнал тела когда человек сомневается в своих словах он может приподнять плечо это вот прям четко не знаю да может ну сразу два плеча это конечно редко мы все коммуницируем да и учимся скрывать свои эмоции поэтому это сейчас уже редко кто использует но только если дети вот они прям оба плеча поднимут и так далее наши жесты обычно ну как-то вот срезаются да срезаются уменьшаются и мы можем видеть обрывочные жесты обрывочные смотрите как уменьшается вот этот жест одним плечом потом если человек уж очень хорошо коммуницирует да и знает что вот вот это вот не надо делать это сразу бессознательно хорошо считывается человек может перейти вот на такой же вот наклонить голову и это уже голова к плечу приближаясь да дает вот такой сигнал тела не знаю иногда даже голову вот голова начинает клониться до в сторону и а человек ее останавливает это все зависит от степени кому вот коммуникальный коммуникативных способностей человека то есть чем больше он общается тем лучше он умеет врать поэтому лучше всего умеют врать продавцы и люди которые очень много общаются имейте это в виду но тем не менее все таки изучайте профайлинг изучайте психологию и будет вам счастье будете это все знать так вот посмотрите у него голова наклонилась плечу и и перед этим вот это вот оговорочка ну противника то есть он на самом деле вот бессознательно он не считает противниками украинцев он там побывал он он понял что это такое но тем не менее понимаете вот с одной стороны он так не считает но здесь ему нужно доказать свою благонадежность поэтому он будет сейчас рассказывать о зверствах которые к нему применялись и это будет делать стараться делать доходчиво понять ну то есть чтобы ему поверили потому что от этого зависит его дальнейшая жизнь он же не собирается в украину уезжать у него вот здесь ему надо доказать что несмотря на то что он побывал в украинском плену все равно он достаточно благонадежен давайте дальше смотреть потому что я забудился видите опять здесь ну во первых он говорит менее уверенно и это понятно да он подавлен он находится в плену он находится на чужой территории это в общем то объяснимо до подавленность и смотрите он очень часто смотрит на собеседника ждет одобрение вообще когда человек не уверен он всегда ищет одобрение у собеседника он проверяет реакцию слушают ли его верят ли ему и в общем то дальше старт ну старается чтобы ему поверили да давайте смотрим позвал меня попить чай парнишку дали ешь за диваку видите конечно же когда он россиянам рассказывал о том как попал в плен вот этих подробностей он не рассказывал но сейчас он да безусловно ему неловко но он рассказывает так как было попивчику я думал такие вот подробности дата которые в общем то как сказать может быть не очень нужны да ну вот эти подробности они как раз и говорят о том что человек говорит правду когда он добавляет подробности вот по подробностям можно человека и поймать вот если он начинает давать подробности а потом вот чем больше подробностей тем больше человек дает как дает вам возможность его поймать на лжи да и поэтому человек который не врет он смело дает вот эти подробности человек который врет он будет говорить более общими обтекаемыми фразами чтобы его меньше было чтоб меньше фактов запоминать а вот эти вот такие вот маленькие фактики которые в общем то можно и забыть вот это говорит о том что действительно вот это так и было поэтому вот здесь вот он говорит правду это донировский плачевцы привезли меня в какой-то частный дом и смотрите да безусловно это понятно человек пришел на чужую землю до человек пришел с оружием он же не картошку сажать пришел не помогать поднимать сельское хозяйство в украине естественно он захватчик это ну можете со мной здесь спорить сколько угодно но перед нами человек который пришел воевать не за свою землю он встретил людей которые отстаивают свою землю да это естественно при задержании что с ним реально поступили грубо он на войне ребята это война это знаете это не турецкий отель куда он приехал на отдых и его там плохо приняли поэтому вот эти вот все рассказы о том что с ним как-то поступили грубо да в момент задержания я считаю вообще неуместными вообще вот знаете это просто на внутреннего потребителя до российского посмотрите какие украинцы звери а извините к вам в квартиру придут и вы что будете хлебом с солью встречать этих рейдеров или там бандитов которые придут и скажут уходите с моей теперь эта квартира моя поэтому вообще конечно но вот вот это вот и я считаю что не нужно вообще это в таких подробностях но смотрите как с удовольствием он во-первых рассказывает об этом почему с удовольствием потому что для него это как знаете такой пунктик благонадежности для российского потребителя да то есть я смотрите пережил вот это все страшное да ради того чтобы вот вам показать что я ваш я я за вас заступаюсь да ну то есть вот вот это вот чего мне здесь не хватило это печали потом пойдет печаль когда он уже в эту историю вникнет да вот сейчас дальше пойдет и печаль но сейчас вот когда он начал это рассказывать он прям чуть ли не с горящими глазами говорит о том что вот вот это меня пытали меня там били меня там еще что-то делали ну извини на войне как на войне вот сейчас пойдет уже печаль печаль уже пошла да он действительно в это уже вовлекается да он уже рассказывает посмотрел вниз уже не без печали обе без вины извините без вины а именно вот для того чтобы вспомнить свои тактильные ощущения здесь я подтверждаю что в момент задержания с ним повели себя грубо и в общем то это ну я считаю что это нормально если вы считаете что это не нормально то пожалуйста в комментариях напишите я возможно это буду опровергать потому что человек пришел повторюсь на чужую территорию с оружием в руках и с ним при задержании поступили грубо у нас вон на мирных митинг во время мирных митингов посмотрите там просто чудовищно полиция просто люди людей вот девчонка даже потеряла сознание ее несут в этот автозак без чувств вот понимаете до такой степени там зверства против безоружных людей а здесь человек с оружием пришел извините здесь как бы война любая история которых не устраивал объяснение которому любому ответ приводил видите с отвращением естественно сопротивление подушку еще не оказали помощь здесь да смотри вот когда он говорит оказали помощь тело вспомнила о том что сначала сначала при задержании с ним повели себя грубо вот это вот да действительно еще одно подтверждение того что при задержании были какие-то элементы там избиение и так далее поэтому здесь я подтверждаю вот отшатнулся да это тело как раз отшатывается да то есть да мне оказали по и и ему действительно оказали помощь после того как ну вот произошло все это неприятное провели операцию вот видите а теперь провели операцию и уже делом в разные стороны то есть тело занимает больше пространства больше уверенности да сначала было плохо да вот от отшатывается а потом я можно сказать получил свою вот то что как бы потерял да то что у меня отняли получил еще и больше можно сказать я живой здоровый да он говорит но челюсть вне вниз во первых потому что обращается к крану внизу во вторых да он действительно ну он находится в плену вот это вот его подавленности челюсть вниз она объяснима то конечно безусловно ему не нравится там находиться это это понятно психологически понятно кормят спим читаем до кормят спим и что его очень сильно удивляет и даже вызывает какое-то презрение это читаем я вот не могу понять почему это вызывает в нем ну вот улыбку вот эту да возможно он не любитель читать но пришлось но не знаю почему ну вот как-то он свысока к этому относится да он типа ну да учите учите сам себе там на уме вычитаем видите даже поднял бровь что говорит о том что для него это конечно удивительно да еще бы знаете этим кто-то из них там сказал что типа нас чисто для показухи да и знаете вот такую бы показуху еще в отношении украинских пленных до показывали вот было бы неплохо если бы им давали звонить а ведь этого всего нет есть только с украинской стороны вот такой канал да только с украинской стороны это показывают а с российской стороны что-то такого нет поэтому конечно же вот в этом большое лицемерие россии ну ладно давайте идем дальше значит второе меня просто потряс вот здесь вот станиславский просто отдыхает да но тем не менее давайте посмотрим у него знаете человек с такой хороший эмоциональной возбудимостью вообще ему хорошо бы сейчас бросить военную карьеру и перейти на театральную потому что вот просто актер в нем блестящий благодаря там и мама у него такая прям актерище причем знаете такая хитрожопая актерище извините вот за мою такую личную оценку но это действительно так давайте смотреть пусть идут дальше на умирает в коем случае не наш война вообще не надо брать оружие и приходить не на свою территорию люди жили свою жизнь мирные никому вообще ничего не сделали блять и остались бездома бездом видите как он он даже слезу пустил да то есть реально здесь он конечно но человек с такой эмоциональной возбудимостью да он слезу пускает очень легко также легко может включить любую другую эмоцию вот такие люди как правило нигде не пропадают вот понимаете мне например даже несмотря на то что я женщина казалось бы тоже в очень эмоциональная но вот чтобы слезу пустить это прям очень надо постараться но вот видите вы человек это делает просто очень ловко да ну вот здесь вспомнилась оля бузова ну ладно бог с ним такой оля бузова но мальчик да давайте дальше смотри к тебе 7 и все из этих пидорасов которые просто захотели себе звездочки на заработать там также просто бросили как мясо нахуй не вы же и ушли блять сарежок у прикрыли блять заработали все что захотели и теперь смотрите как красиво он переобулся моментально как только оказался на российской территории причем знаете вот очень грамотно изображает нужные эмоции вы за время содержания там постоянно говорили что мы не нужны нашей стране что как грамотно перекладывает ответственность на то что вот мне сказали что мы не нужны нашей стране сам же сейчас сидел соловьем пел про то что нас бросили что мы никому не нужны а сейчас типа нам внушили вообще грамотно грамотно тут актер манипулятор вообще в кубе в квадрате в абсолюте дальше конечно атас атас мясо с отвращением мясо да ты и есть мясо просто обменная валюта извините у меня просто эмоции то что эти колова к плечу у нас просто не не хотят менять даже на труп утро мы стоим в лагере вообще никого нету вас тупо бросили все уехали да просто все вот это вот ему внушали да он сам рассказывал сам рассказывал а сейчас ему получается внушали как знаете вот вот такие вот манипуляторы они как правило и процветают вот вот понимаете вот такие вот гады которые умеют слезу пустить в нужный момент умеют перекрутить правду так чтобы это было им выгодно да вот вот они процветают но тут понятно от кого идет там будет еще и мамаша поэтому наблюдайте это просто станиславский переворачивается в грозу в грозу все 140 человек это был если было вообще какие яркие эмоции вот здесь он правду говорит он реально здесь говорит правду вот то что он там стоит выступает да нам нам внушили там очень грамотная такая игра игра актера а здесь реально просто все встали уехали забрали всю технику оружию нет бросили нафиг да да так и есть вот еще давайте посмотрим как он красиво выкручивается на самом деле видите а когда вам начинают говорить на самом деле потом пауза смех вот это вот все вставочки такие для того чтобы подобрать нужные слова чтобы вас лучше облапошить вот здесь перед нами вообще просто такой манипулятор ну как я уже сказала в кубе в квадрате в абсолюте и вот он сейчас перед нами изображает вообще такой праведный гнев на самом деле просто ему нечего сказать он еще не подготовил речь ему надо примут доказать я же ваш я же хороший вернить возьмите меня обратно смотрите поджал подбородок переступает поднимает через узнали не на словах видите с презрением и с отвращением говорит вот как он это говорит вот видите ему трудно трудно говорить то во что он не верит и он говорит о том что мы нужны нашей стране да вот здесь вот невзирая на весь его актерский талант он в это не верит и он говорит это уже не с теми эмоциями понимаете да безусловно хорошо старается но все же все же надо пойти в театральное поучиться хорошо потому что немножечко не те эмоции выдает ну а теперь откуда ноги растут у этого таланта актера да вот пожалуйста его мамаша где ну вот прям есть у кого научиться вот жаль только внешность не актерская но я думаю что эта дама везде хорошо процветает и и умеет там где надо придумать то что ей хочется давайте посмотрим на телефон прошло из санской фотографии там написано что ваш сын плену и его фотографию когда приблизил фотографию я увидел ну как бы то что видите как много пауз а он при этом замирает опускает глаза чтобы не выдать свою мамашу да и и вот это голова к плечу тоже пошла то есть вот про не знаю я вам сказала да вот все равно хоть и знаете такая вот матерая манипуляторша перед нами да как говорится учись щенок у меня с учетом жизненного опыта уже хорошего да но тем не менее все равно прокалывается это было видно это было синяки сломанный нос видите он он уже сам сам удивляется ну ладно ладно молчу ладно пусть мама говорит да он пони понимает что лучше не надо говорить не надо маме видимо сзади это папа их стоит я я я не знаю ну вот то есть ладно не будем сейчас домыслы какие-то видите так вот прям честно честно и и главное видите вот она как подбирает фразы во первых долго подбирает фразы во вторых вот она очень обтекаема да мне показалось сейчас давайте дальше смотреть то есть маму сразу определит как бы там видите вот голова к плечу у нее дважды она вот мама сразу сочинит то что надо мама сразу определит и вот вот это вот к плечу стыд облизываю сейчас облизала губы вот видите вот вот ей тяжело тяжело даже с учетом жизненного опыта во вранье просто много видимо конечно сразу стал жутко то есть я поняла что то что там говорю что вы не бьют вот верил с трудом в общем понятно что мама сама придумала сама расстроилась сама расплакалась что называется этом посмотрела там нет никаких следов побоев можете посмотреть этот ролик я ссылочку на этот ролик тоже оставлю под этим видео чтобы посмотрели тоже то есть мама сейчас продолжает топить за то что его там избивали бедного несчастного что он просто был под жутким давлением и такой и в общем все такое прочее на для чего для того чтобы хорошо встроиться в это общее ну как бы он же вернулся до чтобы к нему не было никаких претензий надо обязательно хорошенечко обосрать тех кому он наговорил очень много лишнего но вообще что знаете вот вопрос к такой маме вообще вот я тоже мать и у меня вопрос как у матери к матери да вот ты знала куда отправляла своего ребенка чужую страну убивать грабить и что рассчитывала получить выплаты или что или рассчитывала что там будет какой-то пятизвездочный отель вот я не понимаю да и но сейчас конечно понятно ладно мальчика огромное будущее мама врать научила еще надо получить теоретически хорошие знания в театральном вузе это помогут да поэтому очень рекомендую следующий персонаж у нас авдиенко евгений а тоже знаете очень интересный персонаж давайте или нам на голову капюшон чтоб мы не знали куда мы ехали по шапке такие с завязали нам глаза руки смотали и тут же мне в голову прилетел удар ботинка прям подошвы почувствовал вот знаете здесь вот что касается надели на голову да у него пошел прям жест иллюстратор а что касается вот удара здесь иллюстратора не пошло вот видимо удар был но и ну вот не обязательно прям такой жесткий да или там ну вот то есть нет вот этого иллюстратора получается что вот то что на него надели это его впечатлило до такой степени что сейчас он нам выдал жест иллюстратор а что касается удара то это его так не впечатлило скажем так левую часть головы меня начните он не показал левую часть головы он не ну то есть он сейчас все-таки ему эмоции он показывает с помощью жестов дать те которые действительно для него важны а те которые не важны он их не демонстрирует соответственно вот этот удар можно не считать он возможно даже сейчас он его добавил да вот то что надели на голову это действительно так вот пошел жест рукой и пинать и душить потому что мне казали первую медицинскую помощь вот он дважды я заметила в этом ролике что он делает перекрестные жесты левой дождите правой рукой а левую сторону либо там у него травма с левой стороны но он еще правой рукой делает вот сюда да то есть ну часто часто это можно трактовать как человек волнуется вот излишнее волнение выдает именно вот этот перекрестный жест удобнее всего вот этой рукой почесать эту щеку да вот этой рукой почесать эту но если человек начинает тянуться к противоположной стороне тела то это значит что он волнуется у него как бы вот уже вот это причинно следственная связь немножко разрывается ему не до этого и он начинает делать вот такие вот жесты поэтому здесь в общем-то сильно не обращаем на это внимание здесь не очень важная информация мы просто я вам говорю к тому что если вы такое видите обращайте на это внимание кроме того у него либо он вот прям сидит и ну да сильно волнуется это понятно и вот придумывает что-то да и поэтому у него все мысли вот в том чтобы все это выдать так как надо да он что-то скрывает и поэтому идет вот это волнение бессознательно и он часто делает вот эти жесты потому что вот этот жест будет перекрестный еще один сейчас вы увидите дали позвонить довели что я в плену просто меня перепутали с одним человеком у которого позовной был физрук видите он это говорит с виной и много пауз много пауз делает вот это такой очень важный момент в разговоре когда нас взяли в плен у нас просили позывные и вообще кто чем занимался так как я ну вычислитель у меня особого вот вычислитель меня очень сильно смутило это слово потому что айтишников я знаю я знаю компьютерщиков ну то есть вычислителем и вот поправьте меня если я не права но вычислителем это ну какое-то слово непонятно никто сейчас себя не называет вычислителем что это за специальность такая может быть есть какая-то прям такая очень тонкая специализация в какой-то сфере да и вот вычислитель но мне кажется что он ничего ну как бы ничего общего у него нет с компьютерами а он в какой-то другой сфере работает а здесь это он нам рассказывает какую-то сказку либо это какая-то очень тонкая специальность которую я не знаю может быть скажите мне пожалуйста вот компьютерщики особенно вы себя когда-нибудь называете вычислителями мне кажется что все компьютерщики айтишники там или seo оптимизаторы ну вот есть разные направления до в компьютерных делах и вот чтобы кто-то себя назвал вычислителем я впервые такое самоопределение встречаю да вот 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 в этом слове мне показалось что сидит какая-то загвоздка кроме того знаете вот к нему у меня еще осталось много вопросов мне кажется что его надо было допрашивать намного тщательнее потому что он там что-то скрывает давайте смотреть ноута и не было у меня был там ночью с меня называли между собой такого позывного прям не было потому что еще раз он этот перекрестный жест делает и на слове как раз вот тема про физрук да там физрук и они искали физрука а он там начфиз что-то вот с физкультурой причем знаете вот такое странное совпадение да вот вычислитель и инструктор физподготовки что-то такое вообще довольно странное айтишники обычно они такие вот интроверты да ну чаще всего как правило их работа она как раз вот тем более если он вычислитель да вот если это понимать как вычислитель да то он вот в этих цифрах весь настолько погружен в это все ну а здесь перед нами сидит довольно накаченный персонаж хорошо который следит за собой очень переживает своих внешних каких-то данных да ну как-то не похож он вообще в принципе на айтишника он больше похож на руководителя до какой-то сферы да да безусловно он может разбираться войти технологиях там или в компьютерных каких-то вещах но он скорее руководит там вот такими вот ботанами которые вычислители до вычислители как он их как он себя назвал вообще как какой-то мне мне резанула слух вот это слово не знаю почему я больше особо не берем видите челюсть вперед вот и я им представился что инструктор по физической подготовке соответственно физрук они немного применили ко мне кое-какие действия потом они поняли что они ошиблись вот кто применил из удовольствия но они думали что я их обманываю суть в чем они мне сказали когда мы попали к ним сказали ребят если вы будете говорить правду все будет хорошо все совсем по-другому тут ну вот видите он он и объяснил в общем-то при задержании им предложили говорить всю правду да и все будет хорошо и действительно ну а что а что это это даже очень даже по-человечески да когда человек пришел с оружием на чужую землю да и ему объяснили что ты просто отвечай на вопросы и мы тебя мы с тобой ничего не сделаем в отношении террористов это очень даже мягкое отношение бывает и не стреляет тебе в лицо на голове представляли автомат было дело ну но это это да в общем то видите иллюстратор пошел я лежал на земле в броне у меня был нож в груди то есть ну естественно что я могу рыпнуться и там я не рыпался мне сказали спокойно я был спокоен ну вот вот здесь он говорит правду действительно а вот то что он там заливал в начале ролика это понятно что было опять таки для того чтобы показать свою благонадежность дальше следующий фрагмент с ним тоже и вот здесь вот я тоже хочу обратить внимание что все-таки надо было его больше допрашивать потому что ну там какие-то какая-то информация прошла мимо спокойно любой националист взять град как я вам сказал бмп видите а и здесь очень интересный такой момент он описывает что ну вот оружие которое там при задержании мог воспользоваться этим оружием кто-то ну вот из украинцев да и сделать какую-то диверсию до с помощью его оружия и здесь он это рассказывает смотрит вверх никаких взглядов в ощущения да то есть он себе представляет такую картинку да то есть вот сейчас вдруг пойдет дождь да и вот он вдруг меня намочит вот он примерно такое и рассказывает создает образы представляет озвучивает и для него это очень радостная информация он рассказывает с энтузиазмом так вот расширяется улыбка близок будет облизывание губы поджимает губы на нас выехали с буквой z видите то есть рассказывает вот прям вот вот посмотрите это же это же правда может быть ведь это же вот это примерно как причина нападения россии на украину тоже взять град с буквой z и отработать по тому же Харькову и сказать что это все сделали русские ребята вы посмотрите выложить это в сми населенные пункты долетал да когда он было наступление 5 сентября нет вру 5 августа вроде видите он акцентирует внимание на датах переводит разговор на даты а почему потому что информация которую он не хочет говорить она очень опасно для него а какая информация он сейчас скажет но я думаю что это не вся информация там что-то прям у него есть что скрывать было масштабное наступление наши на подграково две деревни вправо рогатка расходятся я честно маска не увидите иллюстраторы опять включил а я перекрываю немножко ну я надеюсь вы понимаете сейчас себя подвинуть что ли сейчас секундочку подвину чтобы видели его иллюстраторы планово вроде что такое за 2 деревни вот в этой вот деревне в 5 утра был открыт огонь артиллерий по приказу вышел командование опять акцентирует внимание на о том что мне приказали это приказ высшего командования по приказу паузы паузы вот получается что акцент уводит акции вообще манипуляции смотрите как много таких мелких манипуляций да по большому счету информация которую он сейчас озвучит да она прежде чем ее сказать он попытался увести внимание во-первых на дату во-вторых на то где это вот эту развилочку пальцами стал показывать до в третьих на то что мне приказали то есть вот прежде чем сказать информацию он много много такой информации на которую рассеял наше внимание это манипуляции кстати вот по поводу манипуляции под видео есть ссылочка на мини курс манипуляции если вам интересно там вот тоже вот это вот я рассказываю как манипулировать до отвлечения внимание вот это сейчас идет видите поджимает губы улыбка вина вот ему сложно сложно рассказать нам он он понимает что сейчас ему все-таки придется сказать правду или хотя бы часть правды которая нам не понравит вернее вот собеседнику не понравится ну то есть он подготавливает собеседника и ему довольно туда улетел около двух тысяч снарядов видите и жесты при этом замерли он говорит а сам внимательно наблюдает за собеседником что дальше последует ли наказание он понимает что это прям две тысячи снарядов понимаете это очень реально много две тысячи снарядов в две деревни течение двух часов это просто пипец ребят я просто в шоке я просто в шоке от того что сейчас происходит в украине вот вы понимаете он две тысячи снарядов выпустил это как минимум а как максимум я думаю что он еще что-то скрыт потому что вот ну ли либо вот он так долго подводил к этой информации но и на нашей территории когда он пришел и сказал типа но это же могут взять мое оружие и пострелять да по харькову да и типа это мы на самом деле вот только он две тысячи снарядов ребят и и кто мне после этого говорит что это фейки вот я не понимаю россиян которые мне вот часто приходят на страничке и начинают высказываться что вот все не так однозначно что украинцы все это придумывают вот только один солдат выпустил две тысячи снарядов ребята по деревням по двум деревням это это вообще просто беспределище и я просто вообще невозможно с этой правдой жить но господи храни украину вот от таких отморозков и знаете ну вот ладно не буду свою оценку здесь высказывать потому что давайте дальше разбираться до следующий леонтьев константин нас заставляли как бы ну говорить говорить на камеру заставляли мог видите как бы говорить ну то есть он теряется но смотрите вот что здесь вот прошу обратить внимание он явно готовился явно вот то есть речь льется 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 да вот он просто вот это как бы как бы это он просто забыл чё сказать но он не вспоминает да он он именно проговаривает то что ему надо проговорить заготовленную речь переступает при этом вот здесь сейчас он вот вот эту фразу он явно сопротивляется его тело наше тело не любит врать поэтому вот на таких самых острых моментах где прям совсем неправда да вот человек начинает вот так тушеваться до переступать пауза вот эти делать ну как бы там вот это все и локтем отталкивается отступает от чего под по горя бы у нас даже под автоматами грубо говоря то есть ну он прям вот знаете вот такое ощущение что он выучил как стихотворение школе когда учили да просто выучить неважно там прочувствовать его не не надо чувствовать его надо просто проговорить вот он сейчас проговаривает без каких-то эмоциональных вовлечений да но тело естественно дает сопротивление надо а теперь вот посмотрите как он когда он расслаблен он в плену очень даже расслабился и эмоционально реагирует на на диалог да безусловно он здесь много таких моментов было где он под закрывается но в целом он вполне росла вполне комфортно себя чувствует гражданские журналисты вот это все никак нет это нас конечно с нами уже просто побеседовать и это делается под записи для публикации понятно понятно все кормили два раза в сутки давали каши по две-три ложки видите монолог без эмоциональной окраски вот это вот называется тирада вот в курсе манипуляции там тоже есть тираду очень часто используют для того чтобы просто не дать вставить какое-то слово не дать промелькнуть мысли сомнения да вот человек включает тираду и кричит там вот он сейчас когда приехал я же свой вы же имейте в виду что у меня там пытали на меня там эмоционально воздействовали а сам сидит видите вот ему ему комфортно ему нормально кормят но я наверно честно набрал уже килограмм на 6 или 7 обзывание постоянно оскорбление вас в пленуку но просто зверью обзывали его бедняжка лучше чем там за тут и отношения что вот даже у командиров все отношения полностью как людям вот смотрите жестикулирует до ладони закрыты но большой палец вверх это не подавленность он 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 сидит он им ему комфортно ему кайфово он пришел и болтает он с друзьями также вот здесь вот человек просто наслаждается своей ролью наслаждается тем что вообще находится в этой ситуации да и и в общем то его можно понять потому что вот кстати вот я наблюдаю за видео которые поступают в сеть от мобилизованных наших граждан да вот россиян и там такие вообще ужасные истории такие страшные условия в которых им приходится выживать а здесь в общем-то чё кормят нормально все как люди поступают или поступают я просто не могу уже представить ну вот здесь вот скрываемая все-таки агрессия присутствует вот знаете такой очень хитрый они они все по-своему хитрые да ну вот вот это вот вот этот жест довольно опасен это наподобие челюсти да вот когда челюсть ходит человек как бы вам улыбается а челюсть ходит там или желваки ходят то есть человек скрывает агрессию вот здесь вот он потирает места которые как раз составляют кулак да вот вот это потирание рук говорит о том что но все таки не совсем он так считает он держит за пазухой какое-то негативное оружие да но здесь он его показывать не будет ему приходится все скрывать но он потом когда приедет на свою территорию он все расскажет да то есть не такой он простой да он как бы показывает свою простоту ну вот вы по этому жесту понятно что скрываемая агрессия здесь присутствует конечно здесь здесь все по человечеству здесь все просто как там как там относятся к нашим пленным вы можете себе представить из того как там относятся к вам не пленным а к военным хотелось бы знаете чтобы они поступали именно так же как поступают с нами как здесь относятся то же самое но мы тоже бы хотели делать такого дурачка включил ему говорят об одном он говорит немножко другом да да купались мы раз в месяц условий не было никаких получается очень не смотрит совсем тактильные ощущения ну вот вот тирада идет тирада он просто заготовил какую-то речь да и и выдает он он абсолютно не эмоционирует и дальше ну пауза не знаю поджал там видите поджимает подбородок очень сомневается но но продолжает говорить не давали ну как только я приду скоро целый невредим по факту видели мы другое иначе то что сама украина также обстреливает свои же своих же мирных ну да конечно он прям сидел в плену да и вот это все видел но это просто вообще вранье полнейшее которое он просто заучил да и высказывает то есть здесь перед нами вот когда он вернулся сразу переобулся причем переобулся так как так как надо ничего общего с тем что на самом деле происходило здесь нету поэтому вот находясь в плену он действительно говорил правду а здесь он уже пошел во все тяжкие давайте еще вот его посмотрим немножко потому что ну просто очень интересно сейчас мы очень рады спасибо огромное спасибо россии что она поменяла нас видите ну да это вот как раз и часть из его заготовленной речи а вот здесь вот тоже хочу вам показать очень интересный моментик если вам так говорят заверяют вас в вечной дружбе не верьте никогда в жизнь все спасибо за все спасибо минобороне минобороне и смотрите какие на самом деле эмоции у него к минобороне поджимает подбородок отклоняется и дальше ссылами нечего сказать мы же просто но отойти надо от всего очень рады видите опять поджимает подбородок ссылается на усталость но на самом деле ему действительно ничего ничего хорошего ему сказать ну как бы нету да да спасибо сказал но на самом деле вот то что он на самом деле думает он оставит при себе всем здоровья да всем здоровья оставьте меня в покое я все вам проговорил да просто тираду такую выдал которую вам надо да я я такой как вам надо и все дайте мне отдохнуть на самом деле конечно вот более искренне он говорил находясь в плену приехав он просто проговорил нужные фразы которые от него хотели услышать вот и все еще один персонаж старостин вячеслав давайте посмотрим издевались все таким образом целый час морозили пятерых нас людей видите говорит довольно мало эмоций показывает пленных так сказать тем что один из вас лишь фашист присутствует на украине все происходит иначе здесь нет нацизм нет нацизма чувствуете больше эмоций находясь в плену жаль в условиях в подвале жили на поддонах но вот здесь по поводу того что жили в подвале на поддонах до эмоции но я не понимаю а что он хотел пятизвездочный отель или что вот я не пойму в общем то даже неплохо я считаю спали на поддонах сказать что ну грубо говоря сухо нет сплю на сухом месте укрывают а вот посмотрите в сухом месте посмотрел вниз и это действительно так отношение хорошее кормят хорошо еще обратите внимание посмотрел вниз вот чем отличить вернее как отличить когда человек обращается к тактильным ощущениям или чувство вины вот когда чувство вины то глаза опускаются и он в процессе того что он говорит они там остаются да вот он говорит а сам не подниму или редко поднимает глаза вот как бы смотрит вниз по любому да а вот при чувстве вины глаза как бы внизу и они не поднимают ну или редко очень да а когда человек обращается к тактильным ощущениям то он посмотрел вниз до вспомнил нужную фразу до нужные ощущения и выдал и дальше рассказывает вот 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 как отличить понимаете они как бы выглядят одинаково но есть различие вот это различие все хорошо я целый все конечности на месте все что там говорят по телевизору о плене это все это ложь это что сейчас здесь происходит то что говорят у нас как происходит плен на украине это что сейчас я наблюдаю это вообще две разницы большие я не вижу никакой понятия ну и вообще хочу вам показать вообще просто украинцы звери звери вот судя по этому ролику я убедилась в этом и хочу вам этот вот сейчас показать небольшую нарезку какие же они все-таки звери да давайте посмотрим ну да конечно вот если бы еще россияне такое хотя бы для показухи хотя бы вот так же показывали было бы замечательно а то вот дали позвонить это плохие это для показухи вот монстры получается что в плену вас помыли накормили а там ваша армия у вас и кстати тут перловку я пойму для меня перловка туфу парни когда и дают холодную всю такую скомку на ттп перловка и понимаешь это реально вкусная еда то есть мясо было мясо да для на теплое то есть есть можно на вкусно от в армии это вообще жопа мы сами воду набирали чистый четверг у него каждый раз каждую неделю раз в неделю сами воду набирали сами тут на солнце ставит в плен попали позвонить сразу дали накормили ну вообще-то вот просто знаете чем да вообще-то как спальное место было просто палет каремат и все и я потому что мне оказали первую медицинскую помощь мне дали позвонить довели что я в плену и вообще как бы ко мне никакого уже позвонили дома я 6 числа мне когда взяли в плен непосредственно звонили тогда как вы считаете вам хорошую медицинскую помощь я считаю что да потому что уже было две операции позволили мне оставить руку и благодарен тем кто помогал вы знаете кто он делал эту операцию ну мне получается лечь не лечишь врач на медсестра сказал то что тебе делал профессор его зовут михаил также водителя который меня возил каждый день перевязки не каждый день и меня возили на перевязки доктор вот а вот что происходит с людьми после российского плена и кто после этого зверь ребят вот кто после этого зверь кто после этого монстр конечно вообще я просто в шоке от того насколько по-человечески во первых относятся украинцы к россиянам да мало того что сохраняют жизнь они еще и дают им нормальное вообще обеспечение в отличие от наших руководителей до которые даже мобилизованы не дают не обмунирование ничего шинки ничего не дают если вы хотите я могу прям собрать эти видео где сами мобилизованы снимают то в каких условиях они живут и они очень далеко отличаются от того что было в украинском плену да я даже не знаю не хочу здесь шутить как-то и наверное не буду но это просто вообще знаете абсурд такой вот обвинять еще в том что плохо как-то обращаются с пленными да вот хотелось бы с российской стороны вот такого же отношения и такой же гласности таких же видео как делает владимир золкин да на своем канале еще раз предлагаю вам если вы еще не подписаны на тот канал подпишитесь потому что действительно нам с вами для вот именно отработки сигналов тела такой канал очень полезен потому что там идет именно допрос да и мы можем видеть по сигналам тела насколько человек искренне раскаивается насколько он говорит это и так так ли он считает но и вот на этом примере ролика ссылочку на который вы найдете под видео я вам очень рекомендую его посмотреть целиком потому что там очень много еще сигналов тела где ну прямо не прокалываются по полной программе но в рамках этого ролика я уж не стала все это включать надеюсь что вам сейчас этого было достаточно для того чтобы сделать сделать какие-то выводы для себя да и в очередной раз хочу призвать вообще россиян не ходите на эту войну да это при задержании там действительно вот судя по рассказам военнопленных при задержании и дальше вот допросы там действительно может вернее применялась явно физическая сила и но пытались явно какие какую-то информацию из них получил получить от этих людей до задержанных но на самом деле потом в дальнейшем как вы видите даже вот три сложнейшие операции для того чтобы спасти руку человеку и видите что происходит с украинцами в российском плену никто никому они не нужны их просто расстреливают а потом сваливают все на украину вот я до сих пор помню вот эту еленов куда и как их там согнали в один барак и поэтому бараку выстрелили и потом сваливают вот это все знаете рано или поздно это все вскроется и если кто-то еще не верит в то что это делает россия то к сожалению у меня для вас плохие новости что рано или поздно до вас это дойдет и вам будет от этого стыдно поэтому призываю вас все-таки начать думать сейчас и делать соответствующие выводы и хотя бы не поддерживать этот беспредел который сейчас происходит да на этом я думаю что стоит заканчивать если вам интересны дальше мои разборы пожалуйста подписывайтесь на канал если вы не разделяете мою позицию считаете что нам с вами не по пути можете отписаться я с вами прощаюсь желаю всем хорошего остатка дня и вообще чтобы было всегда мирное небо над вашей головой это самое главное как показывает сейчас наше время все до свидания